Всем привет-привет! С вами я Татьяна Нагорнова и сегодня у нас будет обзорное видео на вот эту палеточку Мини Триохром от Наташи Диноны. Посмотрим, как она работает, стоит ли она своих денег. Покажу ее в сочетании с другими палетками, например, вот с такой интересной бежевой гаммой, в сочетании с ягодной гаммой и также из интересненького, самое первое видео макияжное в этом видео, оно как раз таки будет макияж всего лица, ну а дальше мы перейдем просто к макияжу глаз. А если вам такая история нравится, то, конечно же, подписывайтесь на мой канал, переходите в мой телеграм-канал, вот тут он появится, называется Нагорного мейкап, в нем много всего интересного, выкладываю туда свои макияжи, находки, скидки, всем делюсь именно туда. Ну а мы тем временем давайте уже будем приступать. По традиции давайте начнем со свотчей, а дальше уже перейдем к макияжам. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет-привет, с вами я Татьяна Нагорного, и сегодня у нас будет видео, в котором я буду показывать полный макияж своими новинками косметики, ну а также заодно мы сделаем такой небольшой обзор на палетку мини-триохрома Наташи Диноны. Мне кажется, один такой полноценный макияж, это более чем достаточно для этой палетки, возможно еще один я вставлю сюда, также в это видео, вот, ну и также мы посмотрим множество других замечательных продуктов, тут будет и Сергей Наумов, и Hourglass, и новый тон от Influence, в общем, если вам нравятся такие видео, то пожалуйста подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мои телеграм-каналы, и давайте мы уже перейдем к самому видео. Как вы видите, у меня сегодня абсолютно неподготовленное лицо, можно сказать, свежепроснувшееся, такое, как оно у меня есть, ну и давайте начнем это видео, как полагается, с тональной основой, у меня здесь новиночка от бренда Influence, который называется Superfluid Liquid Tube Powder Foundation, они продолжают свою эту тематику космическую, и у нас тон представляет собой такое космическое какое-то яйцо, и, кстати, что приятно, это лицо вот так продавливается в упаковке, поэтому, ну, тональная основа, пока что, по крайней мере, тюбик полный, ну, в принципе, нормально, без каких-то проблем отсюда выходит. Оттеночек у меня 0,2, да, как будто бы немножко светловатка, ну и, в принципе, даже сейчас мы с вами видим, что какие-то мои прыщки покраснение, абсолютно ничего не перекрывается, как будто бы есть такая небольшая белесая бленка на лице, ну, или даже не знаю, как ее называть, белесый такой слой, но никакого выравнивания особо эта тональная основа не дает. В общем, она, наверное, подходит для тех, у кого кожа идеальная, им вообще ничего не нужно с кожей делать, просто нанеси 0,5% какого-то покрытия. Так, я смотрю, на камере это, конечно, выглядит просто жутко, потому что зеркаль это у меня при естественном цвете более-менее еще все выглядит, а тут просто какие-то кошмарики. Да, на камере просто вообще жуть, ничего не перекрыло, вот, там мы все видим, все, что было на лице, то и осталось, никакого профита от этой тональной основы я тоже не увидела, какой-то ужас и трэш, поэтому я, наверное, перекрою все сейчас остатками своей тональной основы от Physicians Formula, она мне и по тону как-то получше подходит, и у нее такое среднее покрытие, кстати, эта тональная основа мне очень понравилась, она называется The Healthy Foundation SPF 20, я уже тут последние капли помазываю, скоро уже буду делать отчет по Project Pen, так, увидим ли мы или нет, что здесь, ну, просто уже все до дна выскреблено, и хочу сказать, что ее на очень долго хватило, при ежедневном использовании месяцев так на 4-5, ну, я ей пользовалась, мне кажется, это очень неплохие показатели, и упаковка здесь такая стеклянная, люксовая, примерно как у Каледепо, что-то по мотивам, в общем, вот это намного лучше, а это яичко мне настолько не нравится, что, честно, хочется просто выкинуть, хорошо, что я за него немного денег отдала, вот, я его покупала на Сбер Мегамаркете в тот момент, когда там был какой-то бешеный кэшбэк, и, по-моему, это яйцо стоит 600 рублей, и с кэшбэком мне, ну, как бы оно еще дешевле вышло, но, если честно, оно даже этих денег не стоит, ну, соответственно, если вы два раза воспользовались, вам ничего не понравилось, приходится все перекрывать, и есть большое желание выкинуть тональную основу, то да, мне кажется, она максимально не понравилась. Наверное, я, кстати, даже не буду себя как-то мучить и томить, потому что сейчас и так мой максимально светлый оттенок кожи в декабре, я уже очень долго не загорала, и если сейчас это светловато и никакого эффекта не дает, я кому-нибудь положу в подарок. Хорошо, что Physicians Formula спасла ситуацию, и приблизила нас к прогрессиву по проекту Пену, ну, а мы давайте переходить к дальнейшим продуктам. Следующий у нас на очереди бренд Сергей Наумов. Я тут почитала, что пишут девочки у меня в чате в телеграм-канале, если вы еще не у меня, то тоже, пожалуйста, вступайте, пишите свои отзывы на косметику, которую я показываю, потому что потом, когда я это все буду упоминать, то, конечно же, я буду не только свой опыт рассказывать, но в том числе и какие-то ваши тоже моменты, нюансы, тоже обычно стараюсь упоминать, если вы пишете. Были люди, которые после заказа у Сергея Наумова были немножечко разочарованы в заказе, потому что у него есть румяна, которые исчезают с лица, и таких отзывов у меня написали целых два. Я напишу, что это был за оттенок, чтобы вы его не покупали. Мне, слава богу, повезло. Мои румяна нормально держатся на лице, они достаточно стойкие, они на лице заметны, поэтому у меня, слава богу, такой проблем не было. Что касается консилера. Вот мне повезло, у меня какого-то негативного опыта с Сергеем Наумовым не было, потому что мои продукты оказались классные. Что консилер мне, в принципе, нравится. Он такой в меру кроющий, увлажняющий, не сушит под глазами. Вот, например, тот же стартшип тейп, он намного более сухой какой-то, более такой, может быть, с амазонской глиной, почему он такой посуше. Здесь не такая история. Я бы вот сказала, из моих консилеров, но это похоже, но вот сейчас на Шарлоту Тилбери, потому что я ее тоже пользуюсь, она у меня как-то на слуху. А из стареньких, на что это может быть похоже? Ну, на Нарс. На Нарс, только тут даже более кроющее покрытие, и мне это очень нравится. Не знаю, для меня это оказался классным продуктом, я его допользую с удовольствием. Здесь не очень большой объем, 4,5 грамма, оттенок у меня номер Т29. Движемся дальше. Затем хочу вам показать, еще у меня также в этой же покупке на Мегамаркете новый стик, какой он бронзером, Levitation Effect от Influence Beauty. Я настолько тут люблю свой такой же бронзер в стике от бренда Ninel, который называется El Astra с Абрамовской в оттенке 432. Я вам даже сейчас покажу. Вот он у меня уже настолько ушел вглубь, и это при учете того, что он где-то на сантиметр вверх торчал. То есть сантиметра 2-3 я отсюда уже использовала. И этот стик мне нравится абсолютно по всем показателям. Он и стойкий, и тон не разъедает, хорошо тушуется, не растушевывается просто в ноль, то есть его заметно на лице. Поэтому я-то думала, потому что все бронзовые стики примерно такие. Ну а если мы сравним с Influence Beauty, то здесь они отличаются. Вот снизу это Influence. Он светлее, серее, он более жирный, более блестящий. Я очень надеюсь, что он будет хорошо себя на лице вести, будет хорошо фиксироваться, тон не разъедать. Потому что я такие слишком жирные продукты, кремовые, вазелинистые. Я не очень на себе люблю. С моей жирной кожей это не очень хорошая идея. Давайте еще покажу вам, сколько здесь всего этого стика. Вот столечко. Ну в принципе нормальное количество. Есть у меня еще в планах попробовать стик от бренда Анастасия Беверли Хиллз, который зато в том яблоке продается в оттенке в Павана. Но там такое ощущение, что тот стик тоже немножечко светловат будет для меня и сероват. Я люблю более такие бронзовые истории. Мне вот эти вот серенькие тени не очень интересны на моем теплом потоне внешности. Потому что на мне, вот даже сейчас, вот если мы посмотрим, на теплом потоне это все выглядит, как какая-то серая пыльная грязь. И я просто замечала, что иногда я даже в растушеванном виде какие-то холодные скульпторы, они на мне дают такой эффект, что я как будто бы в пыли где-то извозилась. И на мне это не выглядит как естественный эффект тени. Хотя я знаю, что да, как бы визажисты, они так и говорят, что да, тень наша серая, но не в моем случае. Видно, у рыжего теплого человека даже в тени есть достаточно большая теплинка. Вот. И когда этой теплинке лицо не хватает, у меня скорее такой начинается болезненный, безжизненный вид. Плюс, ну, немного пыльное, как будто лицо. Как бы сказать, жить можно с этим стиком, но мне по оттенку он не очень понравился. Не мой продукт. Я, как уже и говорила, мне больше нравится верхний вариант. Тем более, он и растушевывается так очень красиво. Вот в такую бронзовую дымку. Так, давайте последний кремовый такой продукт для лица используем. Это как раз-таки румяна от Сергея Наумова, которые вызвали обсуждение у меня в телеграм-канале. Мой оттенок называется Мертиан Америлис. Не знаю, что это значит. Марсианский Америлис. Напишу внизу, как это все пишется. Ну, и давайте мы посмотрим, как это все будет выглядеть на щеках. А мне, вот если честно, тут все понравилось. У меня все работает. Вот такой-то интересный эффект. Мне кажется, такого истинного румянца. Пыльненькая такая нежная роза. Я всегда, в принципе, примерно столько и наношу. Может быть, это слишком смело, но мне так нравится. Вот. И, кстати, после того, как я съездила на зимовочку в Таиланд, я теперь тоже люблю румяна делать примерно под глазом, да, вот в эту зону под глаз. Потому что вот эта схема с эффектом лифтингом, когда мы все вот сюда вытягиваем, в Азии такая схема не очень популярна. Это считается, наоборот, как-то старит лицо. Считается, что наоборот, у молодого лица румянец именно вот в этой части щеки, вот тут, да, а не когда вот на скулах никакого румянца особо-то и нет. И я, наверное, с этим тоже соглашусь. Мне так понравилось, как это смотрится все на тайках, что я сейчас тоже примерно так же стала и краситься. И не знаю, идет мне это или нет, но лично мне самой на себе все нравится. Итак, смотрим, как в растушевке. Ну, как мне кажется, все заметно. Сказать, что это все растушевывается в ноль, такого нельзя сказать. Возможно, проблема у девушек состоит в том, что они взяли слишком светлый для себя оттенок. Потому что вот у меня, например, есть румяна от Аравии, оттенок 01 Блашер, и он мне тоже немножечко светловат, и несмотря на то, что тут вот так вот все красиво выглядит в стике, иногда, если поменьше нанести, получше растушевать, вот я даже сейчас пальцем разотру, есть ощущение, что они почти в ноль растушевываются. Да, но, может быть, с этим связаны. По крайней мере, вот именно оттенок Мершин и Мерилес я могу вам посоветовать. Упаковки тоже у Наумова классные. Он сразу, видно, целился в люкс-сегмент, и это прекрасно, потому что, мне кажется, именно на русском рынке не хватает брендов в люксовом сегменте. Очень много сейчас новых брендов появляется в сегменте масс-маркет, но вот что-то такое более люксое, более в дорогих упаковках приятных, но только, наверное, Шик делает Наумов, InBeauty и Романова. Четыре бренда, против, наверное, двадцати брендов, которые я могу назвать таких, ну, отечественных сегменте масс-маркет. Так, в принципе, с кремовым оформлением лица мы закончили, очень хочется все припудрить. Я тут готовлюсь к видео самые лучшие продукты за год 2023 и поняла, что я вам ни разу не показывала в действии вот эту замечательную пудру от Crystal Minerals. Я вообще обожаю просыпчатые пудры. Мои самые любимые это Dolce & Gabbana. Также мне очень понравилась в этом году пудра от Shiseido. Но первые два варианта достаточно сложно найти. А вот от Crystal Minerals везде продается, стоит нормальных денег, не суперкосмических. Поэтому мы с вами обязаны ее рассмотреть. Итак, мой продукт называется Основа сатиновая с SPF 20 оттенок LL2. Почему это важно? Потому что у Crystal Minerals очень много различных продуктов, оттенков и там как бы не заблудиться. Вот. Давайте начинаем потихонечку наносить. Так как это основа у них идет, надо с ней немножечко подружиться, то есть наносить, ну по крайней мере я ее использую как пудру, а не как тональную основу, то надо наносить такой легкой рукой потоньше. Я тут вначале бахнула слишком сильная. У меня немножечко она вот тут застряла, но ничего страшного, сейчас все это в мою жирную кожу быстренько впитается и все будет выглядеть красиво. Если ее нанести кистью Кабуки, это может быть тональной основой, если ее нанести легкой вуальной, это может быть пудрой неплохой, поэтому сам продукт мне понравился. Тем более там, по-моему, насколько я помню, неплохой состав такой бережный для вашей кожи, поэтому это продукт достойный, мне прям понравился. Про остальные пудры, которые мне понравились, я уже расскажу в видео про мои фавориты косметики за год. Там будет еще одна пудра, от которой я была в восторге. Ну и давайте теперь перейдем к коррекции уже сухой. Тут я хочу показать медузку от бренда Hourglass. Я знаю, что многие здесь пор раздумывают, оно вам надо или нет. Давайте вместе сейчас это и посмотрим. И начнем мы с бронзера, который называется Lunar Bronze. Я напомню, что здесь очень маленькие такие рефильчики, у него еще надо умудриться так кистью попасть. И вот этот Lunar Bronze, он достаточно яркий. Это я сразу всех предупреждаю. Белоснежек, что, наверное, вот именно в этом запуске у меня возникло ощущение, что даже во втором оттенке палетка, которая с кем была у нас, с какими-то леопардами, ягуарами, она немножечко посветлее. Именно там румяна посветлее, бронзеры там и там яркие. Вот. И если вам как раз-таки не нужно такого яркого бронзера, давайте вот так вот я, как бы мне повернуться какой щекой, то уже приходится идти на какие-то ухищрения. Первое ухищрение это, конечно, наносить такой пушистой кистью, легкой рукой, но есть такой момент, что большая пушистая кисть, она сюда не лезет, чисто физический рефил, маленький. Либо уже мы берем и смешиваем этот бронзер вот так вместе с пудрой. Тогда уже, мне кажется, чуть-чуть разбавляется и бронзер, и уже проще залезть в этот отсек более пушистой, легкой кистью. Ну, либо, если вы хотите какой-нибудь бронзирующий эффект поярче, то, конечно, вас, наверное, и так будет все устраивать. Также эта палетка, мне кажется, хорошо подойдет для отпуска, потому что уж когда вы загорите, тогда тем более этот бронзер вам будет хорошо подходить. Вот. Ну, так как я люблю щеки поярче, бронзируется я люблю очень сильно, поэтому меня все это устраивает. Это я уже предупреждаю тех, кто не любит вот такие яркие сникерсы на щеках, то любит такое что-то еле-еле заметное, еле-еле душа в теле. Тут не будет этого эффекта, тут бронзер яркий. То же самое касается у нас и румяшек. Даже визуально, если мы посмотрим, то вот эти румяна розовые, они достаточно темненькие, и румяна Diffused Heat, все зависит, конечно, от количества ваших прожилок в оттенке, но это не самые такие светлые варианты. И если вы очень светленькая, то придется опять-таки как-то очень так тихонечко залазить в этот рефил пушистой кисточкой, еле касаясь, возможно, снимать излишки на руку. Вот. Ну, мне проще. У меня кожа жирная, поэтому она у меня все излишки сама подседает. И даже если на первом этапе кажется чуть-чуть ярковато, румяна, где-то часа два походишь, пока из дома выйдешь, уже все будет нормально. Кстати, вот эта формула запеченная, я вообще обожаю запеченную формулу, у кого жирная кожа, вам тоже попробуйте, наверняка тоже понравится, причем есть в бюджетном сегменте такие продукты, в люксовом. Не знаю, для меня это просто мастхэв, если я где-то вижу, что вышли запеченные какие-то продукты, просто я иду сразу туда, мне прям безумно нравится, как это смотрится, это всегда не пылит, это очень стойко держится, поэтому, ну, в том числе я за запеченные такие продукты и полюбила. Ну и последнее, у нас здесь остался розовенький такой хайлайтер, давайте его нанесем, в общем, покупка оказалась довольна, долго думала надо, не надо, но в итоге оказалось, что не зря потратилась, потому что продукты классные, я еще уверена, что где-то через несколько месяцев будут какие-нибудь скидки на старые палетки Hourglass, ну, то есть не на старые, вот на этот запуск, за которым изначально все так гонялись, на него со временем будут распространяться все скидки, промокоды и где-нибудь там к весне, к лету точно можно будет покупать это по более такой выгодной цене, может быть, я тогда еще и второй оттенок прикуплю, меня интересует, ну, вот вторая средняя палетка, которая с какими-то ягуарами, так, теперь давайте перейдем к оформлению бровей, у меня тут чего только нету, даже не знаю я с чего начать свое оформление, у меня сейчас обычно несколько вариантов, либо я беру вот этот гель от Pussy, и мы можем его посмотреть, но с этим гелем от Pussy желательно использовать в паре маркер, тогда получится самый красивый эффект, либо беру карандашик и цветной гель для бровей, цветной гель для бровей у меня сейчас от Шик, бренд, который называется Броу Бар, но в принципе и гель для бровей тоже Шик, здесь все от Шик, наверное, давайте покажу как Pussy работает, потому что часто вижу, что люди покупают эту Pussy, и я не разочарована, что она ничего не держит, если вы как раньше просто зачесали бровь гелем, и дальше пошли по своим делам, с Pussy это так не работает, если просто зачесать бровь и пойти по своим делам, то часа через два бровь развалится, и продукт кажется и правда нестойким, здесь обязательно нужна палочка, моя палочка от бренда Beauty Bomb, она там за 140 рублей у них вышла, с одной стороны щетка, со второй палочкой приглаживала к бровей, но в принципе даже черенком от кисти, апельсиной палочкой для маникюра это все можно сделать, то есть задача приклеить бровь к коже, это либо плоской стороной этой палочкой можно сделать, либо ребром, что-то если вам не понравилось, как какой-то волосок лежит, то вот как раз таки вот этой щеточкой все нужно подправить, вот и все, после того, как бровь приклеена к коже, она уже правда держится достаточно стойко, никуда не двигается, но вот если вы у меня посмотрите, как получилось, у меня сейчас много пробелов в брови, это не то, что бровь выпала, у меня свои собственные брови абсолютно бесцветного оттенка, я натуральная блондинка, поэтому вот какие-то бровинки они еще окрашены краской, какие-то бровинки уже выпадали, и там мой собственный естественный цвет брови, и это все конечно выглядит не очень симпатично, кажется, что бровь такая рыхленькая, волосков не хватает, поэтому в этом случае я всегда в пару использую маркер для бровей, вот именно маркер мне нравится как работает, потому что карандаш по вот этой зламинированной приклеенной брови очень плохо идет, он продукт может снимать как-то, вот, а уже маркером легко вот этой кисточкой все пробелы закрасить, к сожалению, у меня сейчас нету ни одного маркера в классическом понимании, я почему-то купила от Influence Brow Robot Market, и у меня Brow Robot маркер, и мне очень быстро засох, поэтому я буду использовать подводку для бровей от бренда Latta Beauty, у меня оттенок Chocolate, немножечко темноватенький для меня, но выбирать не приходилось, потому что он мне пришел в Beauty Box от Золотого Яблока, вот здесь он выглядит просто как такая классическая подводочка, вот, и, ну, суть такая же, как у маркера для бровей, то есть мы берем и проходимся по пробелам, в принципе, так неплохо получается, бровь такая пушистенькая, воздушная, не такая запудренная, как с карандашами для бровей, вот, я такой эффект на себе тоже люблю, заказала уже второй флакончик этого геля от Pussy, хотя знаешь, что у него уже появились аналоги, например, бренд Mixit, буквально там за 350 рублей, как говорят, делает то же самое, что и вот этот гель Pussy, может быть, Mixit тоже себе закажу, но тем временем мы подобрались к самому интересному, к макияжу глаз, как я уже говорила, буду использовать палеточку Mini Triachrome, и мы сейчас с вами посмотрим, достаточно ли одного макияжа, чтобы раскрыть тему этой палетки, мне безумно, если честно, хочется использовать под такую яркую синюю палетку подложку, если бы я это делала чисто для себя, я вас уверяю, я бы взяла вот такой конкретик от Крыгиной в синем оттенке, но я понимаю, что хочется понять, как эта палетка работает сама по себе, поэтому мы просто возьмем базу от Наумова, говорят, что это аналог базы, заменитой от Urban Decay, я пока что ей пару дней попользовалась, база неплохая, по ощущениям, правда, похожа на Urban Decay, она тоже как будто на такой силиконовой основе, но надо, конечно, протестировать ее еще побольше, чтобы делать такие громкие заверения, что это об один в один Urban Decay, вот, я всегда, Urban Decay по верхнему, по нижнему веку наношу, обязательно это делать очень тонким слоем, то есть хорошо, хорошо пальцем все растушевать, так, сразу хочу сказать, что веки у меня текстурные, они такие сами по себе, вот у меня вот тут какие-то есть текстуры, само века такое немножечко пожеванное, оно такое априори само по себе, поэтому, к сожалению, какого-то теста на то, как живет тени веки, я не могу сделать, у меня все живет всегда, потому что у меня сами изначальные веки пожеванные, лично меня ничего не смущает, но если вас смущает, наверное, придется поискать другого блогера, потому что у меня в наличии других век нет, так, мы тем временем, давайте начинать макияж, у нас здесь только один светлый оттенок, это вот этот голубенький, такой небесно-голубой, с чего можно начать в принципе макияж, ну давайте мы с него и начнем, беру кисть MyEclair C05, решила тут заценить этот бренд, MyEclair, ну кисти, правда, неплохие, но мне сейчас кажется, сейчас на нашем рынке столько брендов, которые делают неплохие кисти, что даже у меня глаз разбегается, не знаю, что купить, куда ни плюнь, у всех хорошие кисти, поэтому уже так это воспринимаешь, как само собой разумеющийся, что можно сказать, в первый слой, да, мы видим, что вот если вот так один раз кисточкой провести, то цвет такой достаточно полупрозрачный, но он легко сам на себя наслаивается, лишь бы только не тускнел, вот, если несколько слоев сделать, то цвет становится яркий, примерно, ну, такой же, как и в рефиле, меня это абсолютно устраивает, так, теперь, наверное, будем затемняться, возьмем такую небольшую кисточку морфи М506 и вот самый яркий такой синий электрик, пустим его по нижнему веку, господи, как же хочется хотя бы подложку из синего карандаша сделать, вы бы знали, я бы сказала, с этим оттенком такая же история, в один слой он наносится так достаточно полупрозрачно, но если мы по однослоим, то цвет становится такой же, как в рефиле, достаточно яркий, электрический такой, кстати, в этом, в этой палетке нет ни одного рефила крем-то-паудер, все рефилы просто сухие, и также не могу вам не напомнить, что у меня теплый по тону нежности и на мне настолько холодные оттенки могут смотреться не симпатично, но мы в этом случае чисто проверяем как будет работать сама палетка, потому что да, наверное, я потом это буду сочетать с какими-то более теплыми оттенками, может бронзовыми, ну или как я уже в начале говорила, буду как такую использовать палеточку уже акцентную, потом, наверное, голубым еще буду потушевывать, давайте, наверное, уже и будем затемняться, есть здесь супер темно-синий оттенок, вот он по центру, тоже матовый такой же и он так и бросится во внешний угол, у него уже немножечко другой такой потон, он такой какой-то морской голубой, чуть в зеленинку идет который оттенок, не просто ультрамарина, а синий в зеленинку, цвет такой темной морской воды на глубине, ну, Наташа Денона, честно, я уже настолько доверяю бренду, что в принципе я и так была достаточно спокойно настроена по поводу качества, уже настолько давно Наташа не делала ничего такого нехорошего, что для меня это как бы даже и само собой разумеющееся, то, что так все хорошо тушуется, я, заметьте, особо не тушевала еще ничего, я пока так пытаюсь поднабить, поднаслоить оттенки, а уже в конце буду немножечко наверное какие-то границы подтушевывать более интенсивно, мое сморщенное, более сморщенное точнее веко, оно всегда более проблемное, но тут уже мои собственные такие нюансы, ну, как вам, мне кажется, неплохо выглядит, конечно, макияжик такой смелый, но для той же новогодней ночи вполне себе подойдет, или для похода, например, ночной клуб, теперь переходим к звезде палетки, конечно, больше всего хотелось мне попробовать именно этот оттенок, это триохромный, ну, как называется, триохромный, по факту, если честно, это дуохром, здесь я вижу только фиолетовый и синий оттенок, и давайте мы начнем наносить его на все веко, на сухую просто, без клея, без бонда, просто, вот, немножечко базы Сергея Наумова было, и то уже сухими тенями все припудрено, может быть, впоследствии, да, я буду как-то усилять этот оттенок, ой, какой он благородный и красивый, ребят, мне очень нравится, если честно, вот этот оттенок, он прям ну, дорого выглядит, не просто как такая простой, незамысловатый цвет, который плюхнули, знаете, похоже, там, например, на гелевые ручки по оттенку, нет, здесь оттенок сложный, сложный синий уходит сложный фиолетовый, я забыла упомянуть, что вот эта палетка мини триохром продается сейчас в льда бт, примерно за 4000 рублей, но на нее срабатывают промокоды, и поэтому можно без байеров ее купить, без ожидания, просто вот в нашем обычном и льда бт. Не знаю, что туда должны скоро еще они дынюд привезти, ксенон привозили, юку, юку тоже безумно вам советую, обалденная палетка, по работе с ней беспроблемная на 100%, я тут пока вам зубы заговариваю, я прохожусь еще самым светлым матовым оттенком по всем границам, и он кстати так классно сливается с темными оттенками и просто замечательно их подтушевывает вообще ну качество классное, я видела, что кстати американки эту палетку в рейтинге палеток ставили на какие-то очень низкие места, не знаю почему, потому что по качеству все отлично, засудили как говорится, так, а я тем временем ищу какую-нибудь небольшую кисть, например, вот такую мою китайскую из белки, и остался у нас такой сатин серебристо голубой, мы его конечно же нанесем на внутренний уголочек, честно признаться, мне кажется тема раскрыта этой палетки, потому что я если дальше и буду делать какие-то с ней макияжи, то скорее всего это будут макияжи в сочетании с другими палетками, потому что мне хочется еще попробовать притеплить, приручить в других сочетаниях, вот, такие прям откровенно голубые, я делаю достаточно редко макияжи, и чаще всего это ну вот под какой-то определенный образ, не знаю, голубая какая-то одежда, платье и так далее, что мы видим, что мне остается сделать, остается чуточек убрать осыпание, они у меня здесь присутствуют, но в небольшом количестве, но возможно, кстати, она сильнее осыпается, потому что у меня есть такая суперсила, вот, что у меня, может быть, строение щек такое, у меня практически никогда ничего не осыпается, если у меня палетка начинает осыпаться, значит у других будет вообще полная жесть, готово, тут у меня небольшая дырочка образовалась, не обращаю внимания, в целом, у меня, если честно, нравится, несмотря на то, что это не моя гамма, синенькая, но мне нравится, и берем уже помадку от Сергея Наумова, у меня оттенок барокко роз, это матовая серия, и давайте нанесу, кстати, мне раньше не казалось, что это настолько холодный оттенок помады, да, он холодноватый, но в обрамлении синего макияжа глаз он как-то смотрится еще более холодным, чем есть на самом деле, мне, в принципе, помадка нравится, но если у вас губы сухие, я думаю, она вам совсем не зайдет, потому что она так немного суховата, и будет, наверное, подсушивать, подчеркивать шелушение, я это сама оценить не могу, у меня губы не сухие, так, решила сделать еще вот такой кадр, что было бы, если бы не было вина моих рыжих волос, то есть, ну, представь, что я буду брюнетка, мне кажется, в таком виде синий макияж глаз, он намного симпатичнее выглядит, и, возможно, это вам тоже поможет решиться, потому что, если мы вот эту всю ржану распускаем, уже, мне кажется, начинает конфликтовать эти два цвета, рыжий и голубой, наверное, если я сама буду носить, надо тоже волосы максимально от лица убирать, и тогда это еще имеет шанс как-то вписаться в мои образы. Итак, друзья, давайте начинать, второй макияж, в этом макияже я попробую совместить вот эту палетку, нашу миниатриохром, с палеткой нюнд рич от худобьюти, как вообще это получилось? изначально, после первого макияжа, который я как раз-таки засняла на камеру, мне показалось, что для меня эта палетка слишком холодная, она мне не слишком идет, поэтому хотелось бы ее чем-то притемнить. Я сначала думала использовать какие-то бронзовые оттенки, но потом мне показалось, что с бронзовыми не так красиво это сочетается, как с такими немножечко ягодно-нюдовыми, поэтому порылась у себя в шкафчике, нашла вот эту палетку, ну, в принципе, вы можете использовать любую другую. После чего я выложил вот этот макияж себе в телеграм, вы мне написали, за что вам большое спасибо, огромное количество комплиментов, и попросили повторить этот макияж. Конечно же, я уже не помню, как я его делала точно, но что-то по мотивам мы сейчас изобразим, и как раз-таки посмотрим, как вот эта палетка мини-триохром может работать в качестве палетки компаньона. Если у вас ледяная рыбка завалялся, там и тонуга, то в принципе вы тоже это можете повторить. Я сегодня, если честно, хочу сделать хотя бы вот эту тушевку для таких ягодных оттенков на цветной подложке, поэтому давайте мы начнем с подложек. на все век буду использовать Urban Decay Primer Potion, а на зону ягодных для красоты уже использую матовый оттенок от бренда Artvisage, у меня оттенок Chocolate, он мне так нравится, на нем такие классные тушевки получаются, без труда. Беру кисточку, смотрю, все блогеры называют кисточки, давайте я что-ли что-нибудь назову, например, 35-ю от Manly Pro, хотя для меня никогда было не принципиально, напишите, как для вас, каких номеров блогеры используют кисти, в центр постараюсь этот я оттенок не наносить, по большей части хочу двигаться по периферии, хотя вот в этом макияже, который я первый раз сделала, там у меня никаких подложек не было, это в этот раз, так как я делала макияж на камере, хочется немножечко щетерить и облегчить себе труд, начинаю свою красноватенькую тушевку, беру для этого вот этот центральный оттенок, нюдово-ягодный, так, пока что у меня не совсем все одинаково получается, господи, но у меня это бывает, ладно, мы если что потом это все подправим, подрубим, вы не смотрите, что пока что так все страшно, будем надеяться, что у меня эта ситуация будет исправлена, так, теперь, возможно, я просто переборщила с розовым цветом, я не помню, насколько я тогда активно его использовала, мне на самом деле сложнее повторить какой-то старый макияж, что-то вспомнить, чем сделать опять-таки что-то заново свое, но мы теперь пойдем в затемнение, хочу использовать темно-синий оттенок из палетки у нас уже триохром и буду его навевать вот в эту часть и, соответственно, заводить его так же на нижнее веко, чтобы вот эту всю историю как-то объединить, такое ощущение, кстати, что надо в ней консилером сразу подобрать вот эту нижнюю границу, может быть, тогда-то что-то путное у меня и выйдет, так, темненько-синего мы уже прибили, по-прежнему все выглядит страшно, но это из-за того, что я пока, так сказать, на черновик все делаю, потом буду тушевать еще, давайте, вот я не знаю, вот этот ярко-синий он будет тут уместен, возможно, что и да, возьмем, наберем его и чуть-чуть вот добавлю где-нибудь такой для нежности тушевок во внешнюю границу, ну и просто, чтобы были немножко разные цвета, так макияж будет поинтереснее, по-прежнему мне с этой палеткой работать легче, чем примерно с такой же палеткой на Риме, так, пока на этом я остановлюсь, как всегда, буду потом все исправлять, ну, я так и работаю, друзья, простите, что у меня не так идеально, как у изажистов, но я просто не умею сделать сразу, в первый раз идеально, у меня так, знаете, как люди картину рисуют, тут мазок, тут мазок, потом подмалевок, потому что это более такое красивое, ладно, теперь я хочу просто перейти уже к фишке макияжа, нанести этот доохром, ну и все, два цвета, только фиолетовый, голубой, может быть, через синий это все переходит, но это не ярко, диаметрально противоположные цвета, ну и все, в принципе, видите, мы уже движемся к логическому завершению, сейчас я внутренние уголки еще накрашу, может быть, чуть поярче сделаю вот этот ягодный оттенок, и почти что все, знаете, наверное, я сейчас сначала слизистую, сделаю темно-синим карандашиком от OK Beauty, а потом хочу тонкой кистью по нижнему веку, поверх карандашика еще вот этот темно-синий оттенок в серединке наслоить, я как бы нанесла уже, единственное, мне не хватает затемнения вот этим темно-синим оттенком в истории с этим ягодным, с этим, этим, не так красиво работать, и поэтому я хочу вот этого темно-коричневого добавить вот куда-то сюда, они в наслоение друг на друга как-то так неплохо сливается и получается такой бордовый оттенок, который, в принципе, и для затемнения синего подходит, и для затемнения такого ягодного оттенка, главное тут не напортачить окончательно, ну, кстати, смотрите, очень даже симпатично выходит, так, и то же самое сейчас повторю с этой стороны, я вот думаю, может не добавить еще снизу ягодного оттенка, потому что если где-то видно, ему рыжий цвет волос, да, сразу начинает с этим голубым спорить, я думаю, сегодня сделаю хвостик однозначно, но хочется, может быть, чуть-чуть и по низу ягодным пройтись, в принципе, мне кажется, что я уже закончила, не так быстро у меня получилось, как первый раз, когда я на камеру это все делала, сейчас добавлю черные стрелочки, мне здесь они супер необходимы, накрашу ресницы, подсоберу волосы, и мы посмотрим финальный результат, ну вот так у нас сегодня получилось, наверное, какую-нибудь голубую кофточку, да, с рыжими волосами по-прежнему немножечко холодноватая эта палетка, но я сделала максимум, что смогла с этими оттенками, итак, камера мотор, погнали делать третий макияж, я, если честно, не хотела начинать делать, но вам так понравилось мой макияж с этой палеточкой мини-триохром, который я выкладывала в телеграмм свой канал, конечно же, подписывайтесь на него, если не подписаны, что я решила, надо его повторить, здесь у меня сочетание будет вот таких теплых коричневых оттенков с мини-триохромом, и должно получиться достаточно нюдовое сочетание, но прежде чем мы начнем, я хочу вам показать еще одну палетку, это будет палетка Бобби Браун, просто она у меня новенькая, только что пришла, и я решила доделать макияж лица уже при помощи нее, и это нацветка можно скорее, потому что моя тоннелка достаточно такая светловатая, мне кажется, я выгляжу вообще как привидение без бронзера, давайте мы попробуем, это лимитка этого, этой зимы или осени от Бобби, у них очень качественная запеченная формула, я вообще поняла, что мне больше всего для лица именно вот такая запеченная формула и не нравится, поэтому все мое самое любимое для лица, скульпт Родшик, например, Аурглаз продукты, это все всегда запеченное, оно хорошо тушуется, как правило, не пылит, не залипает, поэтому достаточно неплохо выглядит, палетка выходила в двух оттенках, посветлее и потемнее, у меня здесь более светлый, который называется, как же ты называешь, Смом Броз Глоу, покупала в Литуаль, видела, по крайней мере, темный там еще оставалось, может быть, еще в Ревгушке где-то есть, но если даже вы сейчас такое не купите, это не страшно, потому что Бобби Браун продукты довольно давно уже не меняются, такие лимиточки выпускают каждый сезон, брать их можно в любом случае, потому что, ну вот, качество у него одинаковое, единственное, меняются оттенки, где-то, где-то будет бронзер похолоднее, где-то потеплее, то же самое про хайлайтер и про румяшки, здесь мы, как видим, достаточно такой теплый, светленький бронзер, не даже, наверное, он слишком тут цветловат, так уже лучше, но мы должны продолжить с румяными, так ощущение еще, что и помады сегодня не очень подходят, ну ничего, сейчас мы, если что, ее поправим, румяшки здесь розовые, не слишком темные, ну, неплохо, даже не знаю, что мне напоминают эти продукты, хочется с чем-то сравнить, но, наверное, это все-таки не аурглаз, здесь более такая нежная формула, она не слишком пигментированная, конкретно в моем оттенке достаточно сложно будет переборщить с этими продуктами, поэтому, да, для тех, кто боится яркости какой-то, мне кажется, вот эта палетка очень даже подойдет, и последний продукт остался хайлайтер, хайлайтер у меня от Бобби уже есть, в розовом оттенке, здесь такой, больше оттенок шампанского в этой палетке, и прессовка, видите, настолько плотная, что рефилы не особо и затирается, но это и хорошо, потому что здесь помол очень миленький, и при таком помоле такие продукты неплохо как раз таки ложатся на кожу, ну и все, быстренько мы так закончили, сейчас я, наверное, крашу другую помаду, и мы уже перейдем глаза, ну вот, вроде с этим блеском получше, по крайней мере, пока, может быть, мы еще другую помаду попробуем с вами, кто знает, ну и давайте уже начинать, я тут не буду умудрить, сделаю рамочку из бежевых оттенков при помощи палетки от Марио, периодически вижу, что она снова всплывает у Байеров, буквально сегодня даже видела, за 7 900, это неплохая цена, всплывала у Байера, ариадны, вот, поэтому, если где-то ее увидите, опять-таки, буду ее советовать настоятельно, потому что она тушуется просто гипервеликолепно, это очень мелкий помол, опять-таки, в ней такая неплохая прессовка, они не пылят, с ними ничего не происходит, и результат получается сам собой, мне кажется, особенно, если вы где-то работаете, собираетесь на работу, и вам хочется вот что-то быстро-быстро вот так вот сделать, особо не переживая за какие-то пятна, то это как раз-таки сюда, к Марио, плюс здесь достаточно сверхучие, но при этом нюдовые сияшки, смотрятся очень дорого, красиво, поэтому я пока в восторге от этой палетки, как я уже говорила, скорее всего, ну посмотрим, что у нас еще бренды выпустят, это будет моя прям самая любимая палетка-помощница в 2024 году, я тут пересматривала, когда монтировала предыдущий макияж номер 2, и поняла, что я там слишком замахнула, сделала себе слишком огромную тушевку, в моем случае это не всегда красиво выглядит, ну, возможно, было по-другому немножко форму сделать, поэтому здесь не хочу себе гиперогромную форму рисовать, так, обычный такой стандартный нюдовый макияж, как-то я уже слишком разгуляла с этими нюдовыми тенями, как говорится, это восторг, когда тени так нравятся, сложно остановиться, но мы продолжим, следующий у меня на очереди, это, конечно же, дуахромчик, у меня в нем уже вмятина, настолько я им часто пользуюсь, и, честно, мне он нравится, в моей коллекции ничего похожего не было, поэтому я в восторге, наношу его на внутренний уголочек, и есть немножко осыпания, не знаю, потому что я кисть такую метлу взяла, не надо было этого делать, и теперь следующим шагом по нижнему веку буду наносить синие оттенки, какие бы мне взять, наверное, я возьму вот этот темно-синий и аквамариновый, я, кстати, когда по нижнему веку наношу тени, сейчас стараюсь следотемный цвет немножечко вот так его подтягивать в диагональ, чтобы потом он слился со стрелкой на верхнем веке, ах, она падала сегодня, конечно, под глаза, просто ужас, беру теперь как всегда серебристый оттенок и буду им украшать внутренний уголочек, растягивать его на нижнее веко, на верхнее веко вот сюда, втушевывать в синие цвета, ну и по идее все, что я хотела вам показать с этим оттенком, просто мне уже не терпится без камеры все поправить, у меня на камеру кажется, не получится, так это все хорошо сейчас поправить, ну не знаю, не буду ее выключать, если получится, то сделаю с камерой, если нет, то не обессудьте, я планирую сейчас чуть углубить здесь темно-коричневый уголок, поднаслоить пальцем вот этот оттенок дуоохронный, сделать черную стрелку, убрать осыпание, ну уже и в этом виде вернусь к вам, но в любом случае саму идея макияжа вы уже заценили и видели, ну и такой внешний вид получился, немного по-другому это выглядело в первый раз, но я уже поняла, что я не сильно в повторении своих макияжей, будем удовольствоваться тем, что есть, ну и теперь я уже точно готова перейти к выводам по этой палетке, ну и давайте расскажу немножечко выводов по этой маленькой, но удаленькой палетке, мини триохром, ну конечно же, что можно сказать, в первую очередь она зайдет людям с холодным по тоном внешности, может быть какая-то холодная шатенка, холодная брюнетка, вам такая палеточка будет прекрасно смотреться, ну конечно же, за счет своей гаммы в чистом виде, если как моно синий макияж, это наверное скорее какая-то более вечерняя история, и тут, я думаю, в данном случае можно поиграться, может быть, если вы не любите яркие макияжи, сделать что-то такое более акварельное, нюдовое, с яркой дуохромной стрелкой, но тут придется, конечно, ее развести дюралайном, либо красивый дуохромный синий оттенок на все веко, он смотрится дорого, он смотрится красиво, мне в первую очередь нравится то, что здесь оттенки достаточно сложные, это не оттенки гелевых ручек, если вы помните, я палетку кроме от Soda продала как раз-таки из-за того, что там были слишком яркие, чистые, открытые цвета, они смотрятся на женщинах среднего возраста, мне кажется, не так интересно, как на подростках, и я для себя вот больше люблю такие сложные, интересные цвета, если у вас теплая внешность как у меня, то вам с этой палеткой придется немножко повозиться, проявить свою фантазию, притеплять при помощи других теплых оттенков, вот как я сегодня сделала теплые коричневые, либо как я показывала с ягодными она неплохо работает, либо использовать как акцентные цвета в других макияжах, я в принципе могу еще наверное 5-6 сочетаний придумать с этой палеткой, все, возможно, все реально, на какие-то долгие десятилетия или даже года вряд ли эта палетка задержится у меня в коллекции, думаю, годик-другой с ней поиграюсь, буду брать с собой в поездке, я как обладатель рыжих волос очень люблю синие наряды, синие платья, пиджаки, мне кажется, это красиво смотрится на рыжих, такой глубокий темный синий цвет, и как такие интересные акценты, может быть, синие нижнее века, при таком нюдовом верхнем веке, вот что-то такое вам хочу с ней поделать, и летом тоже, у меня очень много синеньких платьев, тоже буду ее использовать, в таком виде, да, для меня это рабочая история, мне понравилось, как она работает, но надо понимать, что матовые, синие, насыщенные оттенки, это всегда сложные, и в производстве, и в тушевке, оттенки, это не так, как, знаете, вот с этим Марио, берешь, не глядя, просто наносишь, хоть пальцем, хоть самой ужасной кистью, вообще не подумав, что ты делаешь, тут так не получится, впоследствии, скорее всего, буду, наверное, если какой-то смоки синий, делать, то на подложку, ну, если нюдовая история, то без подложки, замечательно работает, мне понравился дуохромный оттенок, он не такой яркий, как в Клеоне, но зато он более носибельный, я с таким мейком, вполне могу выйти, в какое-то такое, более приличное место, и не смотреться там, как сорока, в принципе, для меня это тоже ценно, и актуально, вот, видела негативные отзывы на эту палетку, видела, что на ком-то это плохо тушуется, плохо наслаивается, но я ее уже достаточно долго ношу, мне тут, как вы видите, уже ямы даже прокопались, в светлом оттенке, в дуохромном оттенке, вот в этом темном, у меня уже есть небольшое углубление, то есть макияжи 10 я и сделала, и ни разу у меня не было никаких проблем, не знаю, может быть, потому что я по-другому руку ставлю, по-другие какие-то базы под макияж использую, хотя у меня тоже нет ничего необычного, у меня на умов и у Urban Decay, сегодня вообще на консилере делала, не знаю, у меня не было проблем, поэтому лично я не буду какие-то претензии к этой палетке выдвигать, мне все понравилось, да, история не для всех, но она имеет место быть, если у вас есть там это ну-ка, веселая ледяная рыбка, вам, возможно, эта палетка не нужна, но если мы берем лично мои предпочтения, то для меня как раз таки веселая ледяная рыбка, она была слишком веселая, слишком яркая, чистые открытые цвета, мне казалось, мне хотелось более какую-то сложенную, может быть, даже чуть такую грязноватую синюю историю, мне такое больше просто нравится, вы по себе смотрите сами, две, наверное, эти палетки одновременно не нужны, но что-то одно из этого синенького может быть и имеет смысл иметь, ну и небольшой апдейт по стоимости, в России эта палетка стоит примерно 4300, по каким-то скидкам у байеров можно найти где-то за 2700, в общем, мониторьте различные истории, в Эльдоботе я видел уже два раза, был листок этой палетки, я думаю, в третий раз ее подвезут, поэтому, если очень сильно хочется, то я думаю, вполне реально эту палетку заполучить, но тем более байеры, кстати, если вы не знали, они под заказ привозят, достаточно просто им в личку написать, ну и на этой ноте, давайте будем с вами прощаться, спасибо, что были со мной в этом видео, напишите в комментариях, на какую палетку, возможно, вы хотели бы увидеть обзор от меня, также, ну или может быть на пигменты там это нука снять уже видео, также пишите, как вам вообще этот обзор, заинтересовала ли эта гамма, поддержите мои обзорные палеточные видео, потому что обычно они занимают намного больше усилий, много времени, а людям они не очень сильно нравятся, все ваши мысли жду в комментариях, а я на этом на сегодня с вами прощаюсь, всем большое спасибо, что посмотрели, и всем пока!